Добрый день, уважаемые слушатели! С вами канал Эзотерика для тебя. Друзья, подписывайтесь на наш канал и будете в курсе всех последних эзотерических событий. Но сегодня мы с вами поговорим о лунном календаре покупок на ноябрь 2017 года. Согласуйте свои покупки с ежемесячным лунным календарем, чтобы удача не покидала вас, а ваши сбережения не подвергались неоправданному риску. Луна влияет на все сферы жизни. Чтобы избежать лишних расходов и убытков, используйте рекомендации на ноябрь. С их помощью вы сможете экономно тратить свои накопления и не подвергаться риску приобретения некачественных товаров. Мы рекомендуем воспользоваться советами астрологов, чтобы энергетика звезд также сопутствовала вам. Итак, начнем. 1 по 3 ноября. Это влияние в созвездие Овна в союзе с растущей Луной неблагоприятным для крупных покупок. Импульсивность, присущая этим дням, может спровоцировать бурю эмоций, а покупки, совершенные на волне настроения, быстро утратят актуальность. В этот период астрологи рекомендуют сократить расходы, чтобы не поддаваться соблазну потратить лишнее. Не берите с собой крупных сумм. Далее 4 и 5 ноября. Полнолуние 4 ноября и последующая фаза убывающей Луны пройдет в созвездии Тельца. В субботу расходы стоит ограничить, а в пятницу вы можете смело приобретать не только необходимые бытовые предметы, но и рассчитывать на выгодную сделку в приобретении недвижимости. Этот день будет благоприятен и для переездов, покупок отделочных материалов, предметов, мебели. 6-7 ноября. В понедельник и вторник пройдут под влиянием энергичных близнецов. Несмотря на то, что Луна постепенно убывает, это время наполнено позитивной энергетикой. Наиболее благоприятными покупками в эти дни, по мнению астролога, будут приобретения элементов зимнего гардероба. К тому же, в преддверии нового завоза товара многие магазины проводят акции, поэтому у вас появится возможность приобрести желаемые вещи по привлекательным ценам. 8-9 ноября. Созвездие Рака в Союзе с убывающей Луной. Время вдумчивых поступков и размеренной деятельности. Этот период наиболее удачен для запланированного раннего шопинга. Спонтанных покупок совершать не стоит, так как уменьшение жизненных сил провоцирует впечатлительность и сильные эмоции. Подавшись чувствам, вы можете значительно превысить допустимый уровень расходов, поэтому спланируйте свой бюджет на необходимые вам покупки. 10-11 ноября. Луна продолжает отнимать жизненные силы и, приближаясь к новолунию, переходит в созвездие Льва. Этот знак влияет на эмоции, позволяя людям проявлять амбициозность и добиваться поставленных целей. Однако, в период с 10 по 11 ноября повышается риск необдуманных и рискованных поступков. Вы можете потерять свои накопления, поддавшись азарту. В эти дни стоит приберечь свой капитал, чтобы позже потратить деньги на действительно необходимые вещи, а не пустить финансы на ветер. 12 по 13 ноября – это дни Девы. Дева, которая в эти дни будет управлять пространством в союзе с Луной, наделит людей желанием плодотворно трудиться. В связи с этим, со вторника по среду, вы можете смело отправляться в магазин, вооружившись списком покупок. Скрупулезный подсчет и ведение домашней бухгалтерии помогут вам выгодно приобрести товар и воздержаться от лишних покупок. 4 и 15 ноября Двухдневный период пройдет под властью созвездия Весов. Эти дни будут наполнены гармоничной энергией и окажутся весьма благоприятными для приобретения бытовых товаров и инструментов для ремонта. 16 по 18 ноября – убывающая Луна в Скорпионе. Самое время для обновления гаджетов и иных технических приспособлений. В четверг и пятницу можете смело отправляться по магазинам, чтобы приобрести новый телефон или микроволновую печь. А вот период новолуния 18 ноября астрологи рекомендуют воздержаться от денежных трат. Проведите этот день в спокойной обстановке, экономя силы. В вечернее время можете провести ритуал, который позволит вам привлечь денежную удачу. Далее 19 и 20 ноября – это начало роста Луны пройдет в гармоничном союзе с созвездием Стрельца. В этот период милым дамам можно смело отправляться за покупками в магазины косметики. Побалуйте себя новыми ароматами и милыми сердцу вещицами, а также приобретите небольшие презенты для близких людей. Новая туалетная вода, подаренная любимому мужчине в эти дни, будет прекрасным поводом для романтического ужина или очередного свидания. 21 по 23 ноября – рост Луны в созвездии Козерога. Будут оказывать положительное влияние на людей, в связи с чем увеличивается мыслительная способность и концентрация мыслей на сложных вопросах. Эти дни будут особо благоприятны для любых запланированных покупок. А чтобы ваш капитал находился вне опасности, приобретите новый кошелек, который будет способствовать притоку финансов. 24 и 25 ноября – водолей вперед с 24 по 25 ноября щедро делится позитивной энергетикой, которую стоит направить на активную деятельность. Этот период будет хорош для общения, проведения всевозможных собраний, а также для похода по магазинам. Однако под влиянием Союза Луны из-за декального созвездия астрологи рекомендуют воздержаться от приобретения бытовой техники, отдав предпочтение покупкам предметов гардероба или постельных принадлежностей. 26, 27 и 28 ноября – Луна в заключающей фазе роста приближается к полнолунию, и этот трехдневный период проведет в рыбах. В эти дни ослабевает умственная концентрация, и люди, словно к мечтам и иллюзиям, нежели к активному умственному труду. В связи с этим астрологи рекомендуют пройтись по магазинам и приобрести предметы для украшения вашего жилища. Однако тщательно взвешивайте решения, чтобы не купить безделушку по завышенной цене. И 29 по 30 ноября – конец осени. Луна проведет в созвездии Овна. Эти дни будут наполнены сильными энергетическими потоками, которые могут стать причиной частых перепадов настроения, проявления агрессии и желания выделиться среди окружения. Мы рекомендуем провести эти дни за занятиями, успокаивающими нервную систему, и исключить спонтанные траты финансов. Это время предназначено для приобретения предметов в первой необходимости. Друзья, мы надеемся, наши советы и рекомендации помогут вам в ноябре правильно воспользоваться своими деньгами, а также приумножить их. Друзья, это был канал Эзотерика для тебя. До новых встреч!